К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Левость, политолог-международник, эксперт Центра Объединенной Украины. Дмитрий, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И вот мы предлагаем начать сегодняшний диалог именно с темы представительства на глобальном саммите мира. С одной стороны, это первый глобальный саммит мира, это действительно достаточно масштабное будет событие, достаточно такое оно будет глобальное. Но вместе с тем мы видим, кто будет представлять те или иные страны, и в принципе будет представительство. Вероятно, это самое важное. Но все-таки хотелось бы от вас оценку уровня такого представительства. Ну, знаете, на самом деле мне же приходится общаться и с представителями разных стран, которые планируют принимать участие в глобальном саммите. И оценка, я конкретно говорю про представителей стран Балтии, которые имеют отношение к участию, они высоко оценивают это мероприятие. И относительно уровня участия тоже, то есть нету никаких в этом плане проблем. То есть это то, что можно сказать. Относительно того, что говорится о Соединенных Штатах, что вот нету президента. На самом деле присутствие вице-президента это тоже высокое очень представительство. Потому что в иерархии Соединенных Штатов вице-президент это в определенных ситуациях, это второе лицо. По сути, то есть вот о чем мы тоже можем говорить. И когда речь идет о том, что отсутствие президента в Соединенных Штатах воспринимается как какая-то драма, то это тоже не так. Да, президент Владимир Зеленский, когда обращался непосредственно к президенту Соединенных Штатов Байден, он одновременно обращался и к китайскому президенту Си. То есть он говорил о присутствии обоих их. Это было в одном обращении. И это в принципе было логично. Если Китай, поскольку это две страны, которые сейчас являются наиболее сильными и наиболее влиятельными в мире. Сейчас, когда Китайская Народная Республика однозначно заявила, что ее не будет, хотя на самом деле она вынуждена реагировать тоже на это присутствие, на сам саммит. И делать очень много разных акций вокруг него. И более того, до самого последнего момента сохранять интригу, будет она или не будет, Китайская Народная Республика принимать участие. То естественно, что тут, сейчас, в этом контексте, тем более участие президента Соединенных Штатов на том фоне, что Китайская Народная Республика отсутствует, то воспринималось бы очень многими в мире именно как диктат Запада. И, скажем так, это было бы неправдой, откровенной неправдой, но то, что российская и китайская пропаганда и многие другие персонажи, работающие на Москву, например, об этом бы говорили, это можно уверенно заявлять. Более того, опять же, поскольку это действительно первый глобальный саммит, то и логично, что на нем не должно быть каких-то особенно сильных позиций, которые бы могли где-то затмевать реальную повестку дня, реальные обсуждения, которые происходят. И вопросы, которые поднимаются, не сводить это к дискуссии вне повестки дня. В этой связи, опять же, тут, конечно, можно говорить об успехе относительно организации саммита в том плане, что очень хорошо помню, когда о нем речь только зашла, однозначно говорилось о том, что, ну, понятно, да, будет Европа, поскольку Европа и Запад, поскольку они поддерживают Украину, а вот попробовать собрать глобальный юг, и, кстати, сказать, такие слова звучали и на Западе. Но поскольку украинская формула мира, на основе которой и проводится саммит, это по ней Украина работает полтора года, и это не просто собрали саммит, а целая подготовительная большая работа, несколько встреч политических советников глав государств в разных странах, и вот это представительство глобального юга, которое собрано, это очень показательно. Почему, кстати, Китайская Народная Республика и вынуждена реагировать, да, и, с одной стороны, поскольку она себя позиционирует как голос глобального юга, не приехать, это тоже, в общем-то, позиция, раз ты себя таким образом показываешь. Более того, китайская сторона сознательно ограничивая, что якобы речь идет только о прекращении войны, да, а не о глобальных вопросах, ну, поскольку, то есть, тут не речь ведь не идет только о прекращении войны России против Украины, речь идет, да, о глобальных вещах, то, естественно, что это говорит о том, что саммит заинтересовал и заинтересовали те вопросы, которые волнуют всех, да, которые вот вынесены в повестку дня. Да, можно говорить о том, что, допустим, неучастие Саудовской Аравии, да, о котором шла речь, это, скажем так, это несколько, да, ну, как ограничивает взгляд в, именно, непосредственно глобальном юге, тем более, что Саудовская Аравия активно участвует, например, в обмене пленными, на ее территории в Джиде проходила встреча подготовительная, да, то есть, все, это достаточно тоже такой показательный момент, но, с другой стороны, это сейчас, можно говорить о том, что саммит, это, в общем-то, ну, создание новой системы безопасности, где-то можно было даже это сравнить с созданием новой системы безопасности, как вот когда создавалась ООН во время Второй мировой войны. Неучастие в Венгрии или возможное неучастие в Венгрии, ну, это скорее о том, о ценностях венгерского руководства, и если говорить в контексте вот Второй мировой войны, то просто когда, одно дело, когда Китайская Народная Республика говорит, не было России, поэтому, мол, мы не поедем, и еще это с установкой на то, что, мол, были какие-то условия китайской стороны, китайская сторона не имеет права в этом плане уставлять условий никаких, она такой же участник, как остальные, просто как важная страна, да, то есть, и это она не совсем, да, воспринимает себя правильно. То венгерская сторона, когда заявляет о том, что вот нет России, поэтому нет смысла ехать, то возникает вопрос, помнит ли венгерская сторона о том, что во время Второй мировой войны создателями ООН были только участники антигитлеровской коалиции, никому в голову не приходило позвать туда Германию, Японию или Италию, да, то есть, вот то, о чем мы сейчас говорим, то есть, в принципе, как по мне, то участие более чем весомое и представительство обеспечено. Я бы хотел продолжить китайскую тему, если это можно так назвать, реакции нашего МИДа на позицию Пекина. Все страны, которые хотят мира в Украине, должны работать над успешным проведением глобального мирного саммита в Швейцарии, а не пытаться его сорвать. Так, в Украинском министерстве иностранных дел прокомментировали заявление своего китайского коллеги Иван И относительно нового, так называемого, мирного плана Пекина, который якобы поддерживает 26 стран. В документе прописано участие России в любых конференциях о мире, и ни слова не говорится о выводе войск армии России с территории Украины. В Украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что это неприемлемо для Киева, и если бы Китай хотел внести свой вклад в достижение мира, он принял бы участие в швейцарском саммите. Давайте услышим цитату и продолжим. Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. Из заявления Министерства иностранных дел Украины. Ну, Дмитрий, вы абсолютно справедливо провели параллели между созданием ООН после Второй мировой войны и глобальным саммитом. Позиция Китая не подпортит ли себе на будущее репутацию КНР своим отказом и этими попытками альтернативного плана, мирного так называемого плана по поводу войны в Украине? Знаете, ну, мое мнение, что позиция КНР нелогична, во-первых, и ущербна из-за этого. Почему? Потому что заявлять о том, что нужно учитывать все инициативы, которые есть, значит, о достижении мира, ну и в первую очередь, естественно, они, мягко говоря, намекают на свой так называемый план, и при этом заявлять, что они не будут принимать участие в глобальном саммите мира, поскольку там, мол, нет представительства России, да, страны-агрессоры, это, мягко говоря, нелогично, да, то есть, ну, раз, ну, ладно, да, вы можете предлагать свой формат и говорить о том, что все надо учитывать, но тогда это разве не выглядит это тогда диктатом, да, то есть навязывать, что обязательно должно быть участие России. Нет, это тогда, ну, мягко говоря, нелогично со стороны китайцев, которые рассказывают о том, что нужно учитывать все форматы, возможные для прекращения войны, то есть они говорят о том, что обязательно должна быть Россия, но при этом не хотят принимать участие в другом формате, который тоже для прекращения войны, но где России нет. Относительно китайского плана, почему так называемого? Потому что на самом деле никакого китайского плана нет, да, его не существует. Сама Китайская Народная Республика, которая сумела что-то написать аж через год после начала войны, изначально не называла его планом, да, то есть это был такой рабочий документ, они говорили о том, что это коммунике, еще что-то там, как-то так оно звучало. То есть и более того, ну он не о мире, да, там есть абсолютно такие ритуальные вопли о том, что, мол, они за суверенитет, за территориальную целостность, не более того, да, а дальше о том, какой Китай великий и как ему нужно продолжать это, сохранять это величие. Это пункты экономические, которые, например, да, что нужно возобновить торговлю по Черному морю, движение судов в рамках вот этой вот уже забывшейся, да, зерновой инициативы. Почему? Потому что ситуация изменилась, и это был вынужденный шаг тогда. И потому что Китай является потребителем нашей кукурузы, да, например, и российского продовольствия. О том, что нужно, мол, сохранить производственные и логистические цепочки. Почему? Потому что, да, потому что это Китаю надо. О том, что Китай готов принять участие в послевоенном строительстве, да, восстановлении Украины. То есть готов осваивать чужие деньги, которые будут вкладываться. Ну и, соответственно, еще и такие абсолютно, такие, да, как бы догматические вещи о том, что вот очень плохо, что, мол, расширяются военные альянсы. Такой намек Западу про НАТО о том, что нельзя применять ядерное оружие. Это вроде бы как будто бы, да, понятно, что тут один из, только агрессор имеет ядерное оружие. Но на самом деле там дальше же речь идет о чем? О том, что плохо, что ядерный клуб может расшириться, да, а Китаю это очень не нравится. Поэтому я думаю, что объективно, да, Китай вот этой попыткой выстраивать свою альтернативную реальность, то есть он на самом деле ограничивает свою возможность диалога, в том числе с Западом, да. Поэтому это, ну, негативно для него самого в первую очередь, конечно же. Благодарим, Дмитрий, за то, что вы присоединились и достаточно детально ответили на наши вопросы. Сегодня Дмитрий Левость, политолог-международник, эксперт Центра. С нами был на связи, эксперт Центра Объединенная Украина. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.